Вышла тонкая копия, но в ней накидка какая-то. Хорошо. Защищаемый физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Анну в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Анны поднимайся в комнате диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Хорошо. Мы приветствуем Анну. Интересуемся, готова ли она к диагностике. Доверить ли она нам в своем биополе на период сеанса? Она головой кивает, руки в стороны разводит. И у нее как тюль сверху вот эта накидка. И я даю команду. Значит, три. Это тюль. Разрезается, уходит в клетку тюрьмы. Один, два, три. Да будет так, а так и есть. Том. И я даю команду. Значит, три. Скэнер начинает сканировать пространство над головой Анны, под ногами. Три. Сканировать все семь тонких тел Анны. Находит все. Она плачет. Она говорит, зачем со мной так? Анна, не беспокойтесь. Мы как раз по этому поводу здесь и находимся. Все разберемся. Соберитесь сейчас. Вы уже дошли до нас. Всех уберем. Всех накажем. И от этой тюли я выстраиваю канал к ответственному. Один, два, три. Притягиваю в клетку тюрьму. Становится моим заложником. Это тюль. Это сетка. Это гуманоид. Гуманоид. От гуманоида выстраивается канал. Притягиваю всех остальных с ним связанных. Гуманоидов. Или любых других сущностей. Да, будет так, а так и есть. Он ни с кем не связан. Хорошо, паразит. Зачем ты человека убивал? На душу нацелен был. Ловец душ? Да. Понятно. Влад, просканируй его защиту и сожги. Один, два, три. Да, будет так, а так и есть. Хорошо, ты причинил слишком большой вред. Ты сегодня будешь наказан. Сканер закончил? Да. Кто у нас там? У нас бес, инкуб. Инкуб. Вот этот гуманоид с сеткой, накидкой. Да. Спрут на голове. Кого-то не хватает. Есть еще кто-то. Снимаются все маски, голограммы, все сущности проявляются. Иначе сожгу. Дракон. Какой? Синий. Почему ты не проявлялся сразу, синий дракон? Говорит, что запутался в этой сетке. Да. А чья сетка? Гуманоида? Гуманоида. Так, у нас пять каналов, да, Вера? Гуманоид с сеткой. Бес, инкуб, спрут и синий дракон. Правильно? Да. Хорошо. Так, я объявляю всем программу. Вы обнаружены. Сейчас происходит чистка биопуля. Анны. Мы находимся здесь официально и легально. По ее воле и изъявлению. Вы здесь находитесь нелегально. Сейчас начнется реверс энергии. Мы дадим вам всю чужеродную темную энергию. Заберем все светлые энергии свои по праву. После этого я дам команду каждому выйти и вытащить все, что наставил ее биополе. После этого я рассинхронизую вас всех. После этого я проведу проверку двумя миллионами герц. Если кто-то что-то еще не вытащил или оставил преднамеренно или непреднамеренно, он просто сгорит в этой клетке. Все, кто пройдет проверку, уходят на свою чистоту. Все понятно? Кто не будет отвечать на мой вопрос или будет лгать, те будут наказаны. Это правило моей комнаты диагностики. Это я говорю сразу. Так, хорошо. И я даю команду тонкой копии Анны спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Ответственным за чужеродную, негативную, патогенную, низковибрационную энергию в ее биополе. Один, два, три. Начали выстраиваться каналы. В сущности, каждый подходит к своему каналу. И я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низковибрационной энергии. Откат всех негативных программ, негативных мыслей, форм. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Анне. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усиливаем потоки в 50 раз. Гуманет, как долго ты находился в этом биополе? 6-7 месяцев идет. Так, без, считай цифры над головой. 8. Без, как долго ты находился в этом биополе? Год. Год. Где и когда зашел? Какая была ситуация? Объясни. С квартала зашел. В квартире, да? В доме зашел, да? Да. Грустная она. Скандала. После скандала. Упали вибрации. Подавленная. Упали до 8 герц вибрации, и ты зашел в нее, правильно? Меньше упали. Даже меньше. Но это очень расстроенная была. Хорошо, без. У тебя есть что-то в квартире? Ты не оставлял там? Хорошо. Инкуб, как долго ты находишься в этом биополе? Бес привел. С бесом. Понятно. Значит, год меньше года. Спрут, как долго ты находишься в биополе? 5 лет. 5 лет. И синий дракон, ты... Считай цифры над головой, Вера. Как долго ты находишься в биополе? 702. Как долго находишься в биополе? 3 года. Уже 3 года. Где ты подцепился? Где ты зашел в нее? Во сне? В другом доме? Как было? Непонимание у нее было. Ответы искала. Тут и я пришел. Ты пришел на какое-то учение, или ты пришел просто на человека, который неосознанный? Во сне. Во сне. Кем ты предстал перед ней? Другом. Просто другом? Или святым? Или ангелом? Или кем ты предстал? Помощником. Из духовного мира? Из астрального. Из астрального мира. Хорошо. Смотри, дракон. Я буду проверять. Если ты меня хоть в чем-то обманешь, я достану печать дракона и сделаю тебе очень больно. Поэтому никогда не обманывай меня. И в мыслях не обманывай. Хорошо. Идем. Окончание реверса. Гуманоид, ты откуда? Сириуса? С Нибиру? Откуда ты? Сириус. Сириус. Я вот не понимаю, что у вас за такая цивилизация какая-то странная. У вас действительно на Сириусе все темные цивилизации? Вот почему, зачем тебе воровать душу человека? Кто тебе сказал, что мы темные? Ну а какой ты светлый. У тебя есть душа? У меня есть жизнь. Не слышу. У меня есть жизнь. А в чем эта жизнь заключается? В какой форме? Обмене энергии. Обмене энергии. Ну смотри, кто-то из нас приходил в твою цивилизацию воровать твои энергии. Или твою субстанцию, которая... Вы бываете очень опасны. В каком плане? А ну объясни мне. У вас есть знающие. Владея информацией, они могут влиять на многое. Целых галактиках. У нас есть знающие. Мы тоже относимся к знающим. И тоже можем влиять на очень многое. А что это так? Тебе опасно или что? Кто нападал на вас из человечества? Кто воровал у вас души? Или похожие на вас субстанции? То, что у вас душа называется. У вас здесь должна быть какая-то энергетическая форма. Есть такие на Земле? Нет. А вот вы это постоянно делаете. Знаешь, какой ты у меня, Сириус? Ну, наверное, уже с сороковый. Я пережил... Реверс закончился. Хорошо. Я пережил атаку таких, как вы. Очень долгое время. В очереди стояли ловцы душ, пока они перестали возвращаться на свою чистоту. Не такие мои глупые. Устанавливаются фильтры с золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса. Анна забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли до последней капли, возвращает Анна себе обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Какая была твоя конечная цель? Ты шесть лет сидел в ее биополе с этой сеткой. Чего ты хотел добиться, гуманоид? Шесть-семь месяцев. О, шесть-семь месяцев. Прошу прощения. Месяцев. Хорошо. Ты хотел ее душу украсть и продать? Всю душу не получится. Какую-то часть искры, да. А какую часть ты мог украсть? В процентах из ста. Очень маленькую. И что бы ты потом с ней сделал? Обменял? Продал? Это одно и то же. Ну, в принципе, да. Печальная у вас цивилизация, честно я тебе скажу, гуманоид. Печальная. Не научились вы получать те энергии, которые вам всем энергии стоят. Всем живым сущностям. Все могут ее брать. А вы не можете. Вам надо воровать. Вот обидно, конечно. Что вас так создатель обидел и не дал вам той осознанности, для того, чтобы называть себя осознанной сущностью. Ты же понимаешь, ты против Творца идешь. И против мироздания тем, что делаешь. Гуманоид. Нарушаешь целую кучу законов мироздания. Мне нужно выжить. Я делаю все для этого. Хорошо. Значит, мы тоже будем выживать и тоже будем делать все необходимое для этого. Хорошо, Верочка. Как у нас реверс закончился? Реверс закончился. Хорошо. Я обращаюсь к синему дракону. Синий дракон выходит сейчас, собирает все свои платы, отключает все, возвращается в клетку и докладывает о готовности к проверке. Приступай. Он мне в Мишутхе, в голубой чакре. И у него подключки, он ее сдавливает, вот у нее в груди давит. Ой, дракон. Вверх и вниз идут провода. Дракон, а зачем так больно делать? Вот зачем? Он говорит, что это ее реакция. Да. А ты хоть одного знаешь, кто радуется? У кого есть радостная реакция от подключек красного дракона к его платам? Он все снял. Я лично синий дракон таких не знаю. Но меня удивляет, с каким садизмом ты это все установил, особенно в сердечную чакру. Тебе мало было Вишутхе? Мало. Хорошо. Спрут выходит, собирает всю свою жидкость, все, что он оставил в биополе. Анны, приступай. Ну, на лице, на голове полностью присоски его. Как эта спрута отражалась на физическом плане у Анны? Вот эти твои подключки на лице. Что она ощущала? Ну, он показывает, что они вообще, они все почти закрывали ее. То, как мог. Инкуб в том числе. Я понимаю. Я спрашиваю чисто у спрута. Что спрут этими подключками, какой он вызывал в реакцию? Ну, он то же самое. Он ее как закрывал и даже где-то делал неприятные. Неприятные для общества, скажем так. Неаттрактивные. Отвращал ее. Отвращал. Вот как. Ты посмотри, спрут. Да ты, оказывается, такой маленький засранец. Такими вещами умеешь пользоваться. Так нельзя. Какой ты имел право влиять на ее жизнь? Спрут. А она не могла объяснить это и переживала. Вот как. Да. Инкуб выходит сейчас. Снимает все свои ленточки. Ошейники, корсеты, все, что у нее там осталось. Вера, наблюдаю. У него тоже как накидка. Да ты посмотри. Три сущности. Инкуб, а ты чего накинул? Чтобы ее никто не замечал или отвращение получал? Или как? Для чего ты сделал? Чтобы она твоя была? В кавычках. Собственник я. Ой, я тебя прошу, какой ты собственник? Он говорит, посмотри, какая куколка. Разве можно ее кому-то отдать? Ну, так она же не твоя куколка. Моя. Ой, Инкуб, я тебя прошу, успокойся, бою тебя сейчас начну наказывать. С уменьшения самого главного твоего органа. Он говорит, что она ко мне привыкла, и мы еще поиграем. Это сейчас было в будущей форме сказано? Он снялся, пошел в клет. Инкуб, ты сейчас в будущий фолькс. С кем ты собрался играть еще раз? Ну, повтори то, что ты сказал только что. Он говорит, что она меня искать будет. Хорошо, Инкуб получает удар. 200 тысяч герц удар. Да, будет так, а так и есть. Больно. Это еще не больно. Следующее будет 500 тысяч. И тогда я сделаю дырку в тебе. Если ты еще раз себе позволишь в моей комнате диагностики так разговаривать, я тебя уничтожу, скину в галактическое ядро. Тебе понятна сущность? Он говорит, успокойся. Уменьшай Инкуба в два раза. Да, будет так, а так и есть. Еще одно слово, когда тебя не спрашивают. Я тебя сожгу. Ему понятно, Вера? Да, понятно. Хорошо, возвращаем его размеры. Так. Выходит бес, снимает все, что он оставил в биополе. Приступаем. Вера, наблюдая. Ну, запястье рук снимает, он и с ног снимает. Носки и ленты с рук снимает. Даже не носки, ленты у нее на ногах, красные и на руках. На запястьях дергал за ним. В разные стороны причем. Какие боли были без? Потерянная она. Не знает, что делать. Ну, сейчас все-таки знает, что делать, раз к нам попало, правильно? Так влияли веревки. А, вот как. Без лярвы есть? Эмоции мы собираем, на эмоции выводим. Я знаю, как вы собираете и как вы выводите. Скажи мне, лярва есть в ее биополе? Есть на шее лярва. Хорошо, сначала сними все, что ты оставил и доложи мне о готовности. Все снял. Я тебе разрешаю забрать эту лярву и снимай все лярвы, которые остались на ее тонких телах. Приступай. И возвращайся в клетку. У нее посередине от шеи идет через горло вниз. Ужас. И какие боли были без от этой лярвы? Душащие. Душила. Понятно. Хорошо. Теперь Анна знает причину удушения. Потом. Хорошо. Гуманоиду выходить не надо. Он может прямо из клетки вытащить все, что она оставила. Приступай. У него нет ничего. У него вот эта сетка тонкими такими нитями подключены. Все понятно. Хорошо. Значит, и я даю команду на рассинхронизацию Анны с энергии гуманоида, беса, инкуба, спрута, синего дракона, а также всех их накидок. На счет 3, 1, 2, 3. Начинается рассинхронизация. Я даю команду сейчас. Я подхожу к Анне, кладу руки на плечи и помогаю ей сделать импульс высокого аббрационного шокового удара и сжечь все каналы к интерферентам. 1, 2, 3. Пошел удар. Сжигаются каналы. Открывается портал в галактическое ядро. Все каналы улетают в галактическое ядро на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Я даю команду скэнеру на счет 3 начать проверку всех 7 тонких тел Анны. Малейшие наночастицы сжигаются на месте, если что-то крупное осталось. Загораются ярко красные маячки. 1, 2, 3. Скэнер начинает сканировать все 7 тонких тел Анны. Проводит контрольную проверку. У меня немного беспокойства. Палатичного. Это еще непонятно, это ее собственное или это... А вот интерферентов передано. Потому что под таким стоять с 5 интерферентами такого уровня, это день и ночь идет атака. Тем более в доме там еще зоопарк. Спрут у тебя. Хорошо. У кого из присутствующих что-то в доме есть, где она живет? Там свои сидят. Хорошо. Просто спрашивай, иначе вытяну. Хорошо. Так, все прошли проверку. Будем тогда... Каналы мы отключили. Будем отпускать. Без. Ты готова уходить? Да, готов. Это биополе для тебя закрыто. Ты в курсе? Больше сюда не приходи. Мы будем это тело проверять. Касается всех, кто повторно зайдет в это биополе, без разрешения, будет сожжен, без предупреждения, в галактическом ядре. Особенно это касается инкуба. Инкуб, показать тебе галактическое ядро? Или на слово поверишь? Отпусти меня. Никуда я тебя не отпущу. Еще рано. Ты целый год сидел, а я тебя всего тут 20 минут держу. Подожди. Еще поиграемся с тобой. Хорошо. Бес. Открывай. Говорит, что ты ему не нравишься. Да ты что? А почему я тебе не нравлюсь? Почему такая несимпатия? Ему другие нравятся. А ты думаешь, ты кому-то нравишься, если бы они тебя видели в твоем изначальном виде, как мы тебя видим? Ты даже страшнее беса здесь стоящего. Какой тебе может быть вообще симпатия? Я вот не понимаю, инкуб. Я ему не нравлюсь. Зато энергии у меня. Какие? Сладкие. Сексуальные. Я знаю, мы твои энергии. Так, хорошо. Бес, ты готов уходить? Бес готов, да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте беса. Один, два, три. Бес забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяясь, в огненную пентаграмму. Готов. Хорошо, инкуб. Я повторять больше не буду. Второй раз меня увидишь, считай, что ты увидел все, конец твоих дней. Все понятно? Понял. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте инкуба. Один, два, три. Инкуб забирает все, что с собой принес, уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяясь в огненную пентаграмму. Спрут. Ты все понял? Понял и все забрал. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте спрута. Один, два, три. Спрут забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяясь. Синий дракон, я хочу получить от тебя слово синего дракона, что ты больше не придешь. Даю слово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте синего дракона. Он уходит на свою частоту, забирает все, что с собой принес, закрывая, печатая, растворяясь. Готово. Хорошо, я делаю запрос в энергоинформационном поле и прошу, Ли, выйти со мной на связь. Слушайте. Приветствую, Ли. У нас здесь гуманоид Сириуса с сеткой в шесть месяцев сидел. Посмотри, пожалуйста, ситуацию. Он заберет. Хорошо. Он тебе говорит, что могли бы и сами разобраться. А ты не понял, где я работаю? У нас свои правила. У меня есть свое начальство. Вот оно и решает. Сказали бы отпустить тебя, отпустил бы. А если они видят... Он говорит, что с правильными трудно работать. Ну, так бывает, да. Может быть, уверены, что неправильных у нас еще больше. Так что шансы у вас пока... С ними договориться можно. С ними вы можете договориться, да. Они забирают сетку тоже. Да. Есть такие регрессологи, к сожалению. Готово. Которые с ними работают. И мы их видим. Хорошо. Так, все. Мы здесь закончили. Включаем высоковибрационные фиолетовые лучи. Вытесняем весь негатив, оставшийся от интерферентов. Всего на переработку уходит чистую первичную энергию. Оставляем включенными, в смысле, за пределы этой комнаты. Поехали по частотам. Готово. Хорошо. Пусть тонкая копия Анны вспомнит самый счастливый момент жизни и даст нам числовое значение. Восемьсот. И поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Анны до значения восемьсот герц. Пошел подъем. Это чистая радость. Готово. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Готово. Хорошо. Анна, как вы себя чувствуете? Дышать легко. Замечательно. Держите эту чистоту. Заполняйте себя энергиями. Как заполнять энергиями себя? Мы вам показали. Это надо делать каждый день и тогда поднимать вибрации до 28 герц. Ваш число 370% энергии, 28 герц. Поэтому поднимайте до этих чисел каждый день и ни одна сущность не сможет у вас, к вам подселиться. Хорошо. Сейчас мы будем возвращать вас назад в биоробот и после этого перейдем к чистке вашего дома. И для освоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Анны в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Полилась энергия. Полилась. Отлично. Готово. Хорошо. И отключайся от Анны и переносись к ее входной двери дома. Один, два, три. Ты стоишь перед входной дверью. Я на месте. Хорошо. Заходи в дом. И я даю команду по всему периметру дома. На счет три устанавливается и притягивает в себя всех интерферентов в этом доме. Здесь все в паутине. В паутине много энергии негативных. Сейчас, соответственно, арахноид выскочит. Под лестницей клетка сформировалась. Под лестницей? Хорошо. Поехали. Кто у нас там? Арахноид. Большой и маленький. А их несколько? На разных этажах. Так у нас несколько арахноидов? Два. Два арахноида. Хорошо. Два ответственных. Есть еще потомство. Рептилоид. Тригрея. Три штуки. Хорошо. Демоняка где? Дракон красный. По потолку у него плата. Понял. Хорошо. Здесь бес. Бес там хозяйничал. Хорошо. Нет, есть демон тоже. И демон есть. Треворонки. Все. Хорошо. Так. Я повторяю. Два арахноида. Рептилоид. Тригрея. Красный дракон. Бес. Демон. И три воронки. Джин еще есть. И Джин есть. Есть. Я не сказала. Нет. Джин. И ты тут. Вот ты и попался. Так. Вы все обнаружены. Сейчас происходит чистка дома. Я буду по очереди каждого из вас выпускать из клетки. Собирайте все, что вы оставили здесь. После этого я провожу проверку. Все, кто проверку пройдут, уйдут на свою чистоту. Кто что-то не заберет, тот уйдет только в галактическое ядро. Всем понятно? Да, понятно. Все. Красные арахноиды оба выходят, собирают всю паутину со всего дома, все потомство, чтобы никакого генетического вашего следа здесь не осталось. Приступайте. И вернетесь в клетку, доложите о готовности к проверке. Они разбежались по этажам. Один наверх, другой вниз. Маленький гараж. Подвальное помещение взял. А большого на крыше. Паутина и потомство. И по всему дому у них паутина. Я там под крышей видел, да. Арахноиды, сколько вы находились в этом доме? Недолго. По времени сколько? Полтора года. Полтора года. Хорошо. Выясняли они. Хорошо. Рептилоид Грея. Как долго вы находились в этом доме? Девять месяцев. Девять месяцев. Хорошо. Рептилоид. Я хочу, чтобы ты сейчас дал команду и Грея выполнили ее. Вы сняли все, что они оставили в этом доме. Проконтролируй, доложи мне о готовности к проверке. Приступай. А вот эта часть здесь, кухня. Вот это крыло полностью у них. Под их воздействием. На кухне просто все собираются, поэтому не надо гоняться по дому за кем-то. Там все собрались. И еще арахноиды сняли паутину. Но вот эти энергии темные, которые ловились в эти паутины, висят теперь как тучи в доме. Хорошо. Ждем пока Греи придут. Верхний этаж тоже есть у них установки. И под крышей тоже? Нет, спальня. Спальня. Хорошо. Готов. Рептилоиды. Они все забрали. Да. Переходим к красному дракону. Красный дракон. Как долго ты находился в этом доме? Два. Два что? Года. Два года. Хорошо. Красный дракон. Выходишь, собираешь все платы по всему дому. И докладываешь о готовности к проверке. Приступай. На него наверху, как натяжной потолок, он снимает платы красные. А в какой комнате? На каком этаже, вернее? Где он обосновался? Считай информацию. Вот эта лестница идет наверх, и там потолок. А, понял все. Это место, через которое все проходят. Поднимается или опускается. У всех сосет энергия. Готов. Хорошо. Считай цифры над головой беса. Семь. Семь. Хорошо. Бес, выходишь, собираешь все свои одеялки. Бес, скажи мне, ты установил что-то на жильцах этого дома? Носочки, одеялки. Вот именно на людях или животных. Он показывает, что он с детьми как прыгает на кровати. Ну или он больше прыгает. Он больше прыгает. С детьми он в детских комнатах. Ты одел носочки на детей. С девочкой подружился. И я даю команду. Значит, три фантом девочки появляются перед клеткой тюрьмой. Один, два, три. Снимай носочки. Он показывает сладости какие-то. Что за сладости? То, что ему нравится или что? Да, она есть сладости, ему нравятся тоже эти сладости. Понятно. Хорошо. Он носочки снимает? Да, снял. Снял. Возвращаем девочку назад в ее биоробот. Синхронизируем ее. Хорошо. Бес, давай, выходи, собирай все одеялки по всему дому, все свои комочки. Ничего не забывай. И докладывай мне о готовности к проверке. Лестница показывает. За что они все катаются? Да. Как сказать, такой клубок скатывается и катается с нее. Скатывается с ней. И селится. Хорошо. Он достает с детской комнаты одеялко. И комки свои какие-то достает. Много мест там не поиграть. Вниз спускается. Да, дом там большой. На кухонный стол. Угу. Ложится. А он там лучше жильцов жил. Постон крутит. Показывает, как ему привольно здесь. Понятно. Хорошо. Еще показывает, что грызлись, грызлись здесь. Кто? А, ругались люди, да? Да. Ну, это же твоя энергия. Это же то, что тебе надо, да? Он хвостом вот так крутит. И люди начинают ругаться? Да. И вот это как воронка заматывается. Обалдеть. Ты профессионал. Как знаешь, это называется слово за слово. То есть вот эта энергия, она по кругу витает от одного к другому. Не заканчивается перебрасывание этого мяча, да? Весело же, говорит. Как ты думаешь, тебе весело? Я не думаю, чтобы людям было так весело. Тем более сейчас, когда они причину понимают всех этих скандалов, что это, в принципе, твоя работа. Замечательно. По коридору у него раскидано много. Но он показывает, как он бегал там, катался по полу, с лестницы. Он и стол все собрал. Хорошо. Значит, бес у нас все собрал. Выходит демон. Демон, что ты оставил в этом доме? Есть твои подключки здесь? В спальне. Считай цифры у него над головой, Вера. 12. 12 герцов, я вижу, да. Хорошо, демон, давай выходи. Вытаскивай все, что ты оставил в этом доме. Докладывай о готовности к проверке. И кровать, и одеяло. Угу. В спальне, да? Да. Гардероб что-то здесь у него. Переодевался он там. Много его энергии. Бес? Демон? Переодевался или кто? Да. А в кого он переодевался-то? Он как, как сказать, оставляет энергию свою в одежде. А вот как. Хорошо, снимай все. Чтобы следов твоих там не было. Иначе при проверке это все выскочит. Демон, сколько ты находился в этом доме? 7 месяцев. А бес? Сколько бес находился? Дольше или меньше? Дольше. До него он пришел. Бес пришел до демона, да? Да. Ну понятно, на чем тогда здесь главный. Хорошо, демон, давай собирай все. Он говорит, что здесь мужские игрушки. Дальше идет спортзал. Как они любят этот спортзал, там собирать энергию. Ну, конечно, люди выматываются. То, что надо им. Демон, у тебя был свой этаж или вы с бесом делили дом? Как вы делили? Делили. Бес в игровой комнате был. А-а-а. Бес с детьми больше. Демон со взрослыми. Все собрал. Хорошо, там у нас воронки остались, да, Вера? Три воронки. Воронки есть. Открывается под ними портал галактической ядрой. Воронки улетают галактической ядрой на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Хорошо, переходим к Джину. Считай цифры над головой. 3026. 3026. Джин, как долго ты живешь в этом доме? И как ты в него попал? Рассказывай. Не пытайся обманывать, потому что сожгу все. И челму твою, и все кольца, и серьги, и все твои магические приспособления. Поэтому давай, выкладывай. Год назад попал. С чем? С какой вещью? Дети принесли. С безделушкой. С безделушкой. Понятно. Это твой сосуд? Или он при тебе сосуд? Мой сосуд при мне. А, понятно. Хорошо. Джин, что ты оставил в этом доме? Деньги оставил. Хорошо. Давай, выходи. Собирай сейчас все, что ты оставил в этом доме. Ничего не забывай. И докладывай мне о готовности к проверке. Проблемы оставил. А какие проблемы, расскажи мне, какого плана? Денежного. Бизнес. Бизнес. То есть ты разрушал бизнес там, да, получается? Или как там, мешал бизнесу или что-то делал? Тебе же наоборот выгоднее, чтобы человек зарабатывал, чтобы энергиями питаться и заставлять его работать? Так и было. Понятно. То есть человек начинал много лишних действий, которые приносили тебе денежку, а ему ничего, кроме работы, да? Да. Я просто объясняю Анне, чтобы она была в курсе. Это хозяйка этого дома. Она должна знать, как вы работаете. У него как монеты раскинуты по всему дому. И он их собирает в мешок. Хорошо. Какая функция этих монет, Джин? Объясни мне. Вот ты их раскидал по всему дому. Что ты хотел этим добиться? Должны работать и приносить мне деньги, как магнит. Понятно. То есть они наступают на твои деньги, и у них сразу появляется желание, вернее, они должны что-то делать после этого, да? Должны приносить и отдавать мне. И отдавать. И много ты собрал денег за этот год? Не обогатился. Но откачал немного. Ну, не немного, а, скажем, прилично откачал. Что там скромница-то? Все собрал. Хорошо. Так, Верочка, давай сделаем проверочку. Поднимайся над домом на счет 3, 1, 2, 3. В своих руках появляется твой скэнер плеяд, ручной. И начинай сканировать полностью дом, все этажи. Если что-то еще осталось, не вытащенное, оно загорается ярко-красным цветом и начинает мигать. Остались порталы. Понятно. Все собрали. Хорошо. Давай отпустим тех, которые нам не нужны. Арахноид, рептилоид, грей, красный дракон, джинн, бес и демон. Вам запрещен больше вход в этот дом. Найдите все новое место обитания. Этот дом мы будем запечатывать. Вы сюда не сможете зайти. Если вы войдете, вы просто не сможете выйти после этого. Поэтому я вам рекомендую даже не пытаться. Всем понятно? Да. Арахноид готов уходить? Готов уходить. Хорошо. Открывается наверху портал против часовой стрелки. 1, 2, 3. И оба арахноида забирают все, что они с собой принесли. И уходят безболезненно на свою чистоту. Забывают дорогу назад. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готов. Хорошо. Рептилоид, грей, готов уходить? Да, готов. Хорошо. Повторяться не буду. Открывается 2 портала. Один на чистоте рептилоида. И другой на чистоте греев. Они забирают все, что они с собой принесли. И уходят каждый в свой портал. Закрываю оба портала. Опечатывай, растворяй. Готово. Красный дракон. Я хочу получить от тебя слово красного дракона. Что ты больше в этот дом не придешь. Даю слово. Хорошо. Открывается наверху против часовой стрелки портал на чистоте красного дракона. Один, два, три. И красный дракон забирает все, что он с собой принес. И уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, Джин. Ты понял. В этот дом тебе дорога закрыта. Если ты второй раз меня в своей жизни увидишь. Что считай ты это последний день твоего существования. Потому что второй раз те, кто появляется, когда я его выгоняю, они уходят в галактическое ядро. Чтобы это не случилось, обходи стороной этот дом и жителя этого дома. Тебе это понятно? Он разорял их. Ему понятно. Он разорял их, да? Да. Понятно. Вот, оказывается, главная причина. В принципе, я мог бы сейчас сжечь все твои золотые монеты, но я не буду этого делать. Он просит тебя в какое-нибудь место богатое отправить. Я тебя могу отправить только на твою чистоту. Других вариантов нет. Жадный ты. Я жадный. Я иммунный к деньгам. Понимаешь? Ты не можешь мне говорить, что я жадный. Что я вообще этого слова не знаю. Как и слово зависть. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте джина. 1, 2, 3. И джин забирает все, что с собой принес и уходит на свою чистоту. Я мог бы все твои монеты сжечь. Это да. Но не сделал. Поехали дальше. Джин ушел. Остался у нас только бес и демон, да? Да. Хорошо. Бес и демон. Я вам предлагаю следующий вариант. Я соберу весь негатив в этом доме. Я дам его вам. После того, как вы мне покажете или один из вас, где находятся все порталы, я их все закрою. И после этого отпущу вас на вашу чистоту. И каждый получит по половине шара. Все согласны? Демон покажет. Демон покажет. Хорошо. Давай, демон. Значит, он меня ведет в ванную комнату. Да. Который такой зелено-белый кафель. И вот это сама ванная. Да, на портал. Ничего себе. Я еще не видел ванную и портал. Дима, а как так получилось, что этот портал в ванной находится? Не в поле, не в стене, а именно в ванной. Это кто-то сделал такую в ванную или как? Или он открылся так, случайно? Он пожимает плечами. Говорит, что значит какой-то негатив был. Понятно. А, в этом месте? Изначально. Изначально. Я почему спрашиваю? Просто мы встречали один раз в одном доме такой ситуации, когда на кафеле с обратной стороны было какое-то демоническое число. Я не помню, оно трехзначное было. 3, 6, 8 или 3, 9, 5, я не знаю. В общем, во всяком случае, это как раз вот этот кафель, вот он и открывал этот портал. Но он был сделан специально и продан людям. Я поэтому и спрашиваю, может быть такое, что эту ванну изготовили именно с порталом уже или для портала, или он не в курсе? Он пожимает плечами. Хорошо. Под ванной, по всему периметру я открываю портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. И этот портал уходит в галактическое ядро, вместе с ним фантом этого портала уходит. Закрываю, опечатываю, растворяю. Пошли дальше. Но он меня опять в эту гардеробную ведет. Угу. Что там? В стене портал. Слева, справа, спереди где? Справа. Хорошо. И по всему периметру этой стены внизу открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Засасывает туда этот портал, вместе с ним фантом уходит портал. Все наночастицы портала, все на переработку в чистую первичную энергию носятся. Закрывай, опечатывай, растворяй. Пошли дальше. Здесь потолок, он каким-то конусом. Туда он показывает. И загорается ярко-красным светом портал. Ты его видишь, Вера? Да. Большой? Он получается в этом конусе. Понял. Хорошо. И я даю команду, значит, три под этим конусом. По всему периметру открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. И этот портал уходит в галактическое ядро. Вместе с ним уходит фантом этого портала. Все наночастицы портала. Все на переработку уносятся в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Как угол такой, что ли, с одной стороны был. Он на кухню спускается. Ну да, там должно быть обязательно. А здесь какая-то стена. Она что-то разделяет на кухню. Хорошо. По всему периметру стены внизу открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. И этот портал уходит в галактическое ядро. Уходит в фантом портала. Все наночастицы портала. Все на переработку в чистую первичную энергию уносятся. Закрывай, опечатывай, растворяй. Он идет вниз. Хорошо. Сауна. Двери. И по всему периметру в входную дверь внизу открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Засасывает туда этот портал. Вместе с ним уходит фантом этого портала. Все наночастицы уходят. Все на переработку в чистую первичную энергию уносятся. Он говорит, что все, пока нет. Хорошо. Договорились. Хорошо. Возвращаемся к клетке все вместе. И я даю команду на счет 3. Энергии страха, болезни, скандалов. Все энергии собираются негативные в этот шар. Все эмоциональные энергии. Готово. Какой шар, Вера? Он больше на овал похож. Большой. Тяжелый. Хорошо. Разделяю этот овал на две части. 1, 2, 3. И отправляю один шар к бесу. И один шар к демону. Зарядились они. Хорошо. Все. Вы поняли. В этот дом больше не приходить. Мы здесь все будем опечатывать. Все понятно? Да, понятно. Хорошо. И я даю команду на счет 3. Открывается внизу два портала. Один на чистоте демона. И один на чистоте беса. И демон уходит в свой портал. Бес уходит в свой портал. Забирает все, что с собой принесли. Забывая дорогу назад. Закрывая, печатая, растворяясь. Ставь в две огненные пентаграммы. Готово. Хорошо. У нас клетка пустая, да, Вера? Да. Открывается внизу под ней портал в галактическое ядро. И клетка улетает в галактическое ядро на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. И я даю команду на счет 3. Хорошо. И на счет 3 переносится к входной двери. Один, два, три. И перемещаемся от входной двери на земельный участок. Один, два, три. Ты на земельном участке. Я здесь. И по всему периметру земельного участка этого дома устанавливается. Здесь гном. Гном. Нормально. Дальше. Еще вредные такие. Две воронки. Диарахноиды с демонами и бесами. Черви какие-то. Черви. Хорошо. Дальше. Черт есть. Черт. Хорошо. Хоть с кем-то можно поговорить. Диарахноид есть. Конечно. Хорошо. Так. Вы все обнаружены. Сейчас происходит чистка этого земельного участка. По команде вы будете выходить и собирать все, что вы оставили на земельном участке. После этого я провожу проверку. Все, кто пройдет проверку, уйдут на свою чистоту. Все понятно? Да, понятно. Арахноид. Выходишь, собирай всю свою паутину, потомство, чтобы ничего не осталось на твоей чистоте. Возвращайся в клетку и докладывай о готовности к проверке. Какое-то помещение. У него яйца там. Паутина и яйца. Хорошо. Он собирает все. А мы ждем. Он готов. Черт. Выходи. Доставай все, что ты оставил на этом земельном участке. И покажи мне портал, где находится. Он показывает, как это угол. Красным горит. На земельном участке портал. Он говорит, что я им не пользуюсь. Паворонки, которые передвигаются, пользуюсь им. Понятно. Хорошо. Мы это все равно все уберем. Я тебя отправлю по-любому на твою чистоту. Но дам тебе еще всю негативную энергию, которую я соберу на участке. Тебе устраивает такой вариант? Устраивает. Хорошо. Давай тогда. Под в углу. Внизу открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Эта воронка уходит в галактическое ядро. 1, 2, 3. Да, будет так, а так есть. Готово. Он собрался. Хорошо. Есть еще порталы? Нет. И под воронками открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. И эти воронки улетают в галактическое ядро на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Хорошо, арахноид готов. Вера, поднимись над участком и просканируй его полностью. 1, 2, 3. Ручным скенером плеята. Здесь энергии. Энергии. Хорошо. Все, возвращайся вниз. Хорошо. Так, это все мне понятно. Арахноид готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида. Арахноид забирает все свое потомство, все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Так, откуда эти черви взялись? Вытащились. Работают они. На гнома. Они на гнома работают. Опять эти кристаллы ищете, да, гном? Ищем. И что? Не нашли? Почему же собираем? Понятно. А как они выглядят? Покажи нам один. Разные цвета. А что они тебе дают? Вы их собираете постоянно, эти кристаллы. Я не понимаю смысла этого. Что это энергия для вас, или что это? Вы их едите, или куда вы едите? Что вы с ними делаете? Копим. Ладно, хорошо, гном. Я тебя буду отправлять на твою частоту вместе с червями. Ты согласен, да? На земельном участке, я понимаю, у тебя здесь ничего нет. Ты под землей работал, да? Под землей. Хорошо, и я даю команду на счет 3. Открывается два портала. Один на частоте этих червей внизу. Один, два, три. Один на частоте гнома, в другой. И гном уходит в свой портал, черви уходит в свой портал. Закрывай, опечатай, растворяй. Готов. Хорошо, и я даю команду на счет 300. Готово. Хорошо. Большой шар? Большой. Черт, забираешь? Забирает. Отправляю черту. Отлично. А ты что, сам не можешь такого сделать, черт? Нет. Хорошо. Ладно. Все, ты остался не в убытке. Ты понял. Найди себе новое место обитания, здесь мы все будем запечатывать. Готово уходить? Готово. Открывается внизу против часовой стрелки портал на тесте, черта один, два, три. И черт забирает все, что с собой принес, уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяясь в огненную пентаграмму. И под клеткой тюрьмы открывается портал в галактическое ядро, и она улетает в галактическое ядро на переработку, закрывая, печатая, растворяясь. Готово. Готово. Все, Вера, мы здесь закончили. Да, сними с меня защиту. И на счет три переносица к входной двери, один, два, три. И на счет три, снимая с тебя защитный скафандр, защитные оболочки для дома, один, два, три. Открывается портал в галактическое ядро, они улетают, эта оболочка улетает в галактическое ядро на переработку. Закрывая, печатая, растворяясь. Готово. Отключайся от дома и перемещайся в комнату диагностики. Один, два, три. Пошел подъем. Я на месте. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok